ТАМИЛЬСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ 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 Это поэма на тамильском языке, более того, поэма, которая создана, как я в прошлый раз говорил, под несомненным влиянием уже санскритской поэтической традиции, и в частности жанра такого, который возникает в древности, но в средние века в Индии, так сказать, поднимается на высшую ступеньку жанровой иерархии. Это поэма, который, то есть жанр, который называют Махакавья, поэма, обладающая определенными чертами, я о них в прошлый раз как раз и говорил, и многие из которых соблюдаются в повести о браслете. Хотя, как я опять тоже подчеркивал, высказывая свое мнение, сделано, пока она еще не умела, тем более, что автор вот этот самый Ляго, если это был он, он попытался совместить две традиции, традицию вот санскритской поэзии и традицию тамильской поэзии. Ну, что, в общем, можно приветствовать, как такой первый опыт в жанре Махакавья, но он получился, может быть, не очень гармоничным, удачным. Вот. В дальнейшем, между прочим, этот жанр, в общем, довольно интенсивно развирался на юге Индии, то есть поэмы на тамильском языке, которые можно отнести, в общем, к этому жанру, в основном за счет того, что использовался, в общем, формировался стиль, определенный стиль такой вот художественной, можно сказать, словесности, то есть то, что на санскрите называют стилем Кавья. Вот. И эта словесность, в общем, она действительно начала практиковаться в рамках тамильской традиции. И надо сказать, что здесь первое первенство, так сказать, во владении этим стилем принадлежит, опять-таки, джайнам, которые вообще, повторюсь, были очень активны и использовали, значит, для пропаганды своих идей, в общем, все, что возможно в литературном смысле. Мы говорили о том, что, значит, из многочисленных довольно поэм, которые на юге были сочинены, значит, чуть ли не большинство, авторство большинства принадлежало вот этим самым джайнам. В частности, вот, они использовали, между прочим, очень активно произведение, которое до нас не дошло. Это знаменитый великий сказ Брихад Кадха, значит, такого легендарного автора Гунатхи, который создал свое произведение на Пракрите, на Пракрите Пишачи, Пишачи, простите, значит, и который до нас, вот, повторяю, не дошло, хотя существуют довольно многочисленные варианты его переложения на другие языки, но, в первую очередь, на санскрит, и вот на тамильский тоже. Кстати говоря, вот некоторые сюжеты из этого большого сказа как раз были восприняты, значит, джайскими авторами для своей пропаганды и использованы, ну, для завлечения публики, в общем, потому что они достаточно занимательны, вот, и, в частности, значит, вот, кстати, уж не примену упомянуть, что вот в нашем семинаре по чтению тамильских текстов мы начали читать как раз поэму о царе Удаине, такой знаменитый персонаж, который как раз вот из этого самого большого сказа. И вот эта поэма, которая написана джайским автором, она как раз и как раз явно и связана с этим произведением Гунатхи. Кроме того, просто было произведение, которое так по-тамильски тоже называлось «Великий сказ» первым годом буквально, вот, брехатка, это вокально-калька слова «брехатка адха», большой рассказ или большой сказ, который произвел на свет, так сказать, некий кунг-увелир, вот, и который тоже был джайном, и произведение тоже трактует события вот этого самого большого сказа в джайском ключе. Ну, к слову, скажу, что некоторые исследователи произведения, хотя ему посвящены некоторые статьи, но исследовано оно еще очень мало, но все-таки некоторые считают, что ближе всего к исходному тексту, то есть к тексту вот этого самого Гунатхи, как раз именно тамильский вариант, тамильское изложение этой истории. Вот, ну, говорилось также о том, что усилия джайнов, значит, во втором тысячелетии, во второй половине, простите, первого тысячелетия, во второй половине, они продолжались, хотя, значит, джайны испытывали, так сказать, мощное давление со стороны возрождающегося индуизма, то есть по литературе Бхакте и идеологии Бхакте, точнее даже сказать, вот, и давление на них было таково, что они постепенно как бы уползали на границы вот всех тамильских этих империй, и, тем не менее, не исчезали, вот, и, можно сказать, под занавес своей деятельности, вот этой ранней, я имею в виду, они даже произвели шедевр в X веке, шедевр тамильской поэзии, который называется «Джива Качинтамани», поэма о, значит, таком тоже принце, который лишился царства, но потом его восстановил, вот, и испытал многочисленные приключения, в основном амурного характера. Я в прошлый раз тоже об этой поэме упоминал. Ну вот, значит, это в качестве преамбулы к сегодняшнему разговору, я вспомнил там, о чём мы говорили в прошлый раз, вот, а в этот раз я тоже, значит, поговорю о джайнах, потому что вот деятельность их была действительно очень многокранна и плодотворна, вот. Кстати говоря, да, в 480 году, значит, уже нашей эры, в городе Мудурай, значит, была некая джайнская санха, которая возглавляла тоже некий Ваджарананди, они мало что известны, чем она занималась, тоже толком не очень понятно, но сам факт существования какой-то вот такой джайнской организации, зафиксированной, в общем, в истории, сам по себе примечателен. Ну вот, а что касается литературной продукции, значит, то джайны, в общем, повторяю, были очень активны, стало быть, вот в сочинении поэм, в больших таких сюжетных, о которых уже шла речь, стало быть, вот. Но, кроме того, они вторглись и в сферу словесности, которую можно назвать дидактикой или афаизмами, высказываниями, или гномической литературой, как угодно можно назвать. Такие стихотворные наставления на разные очень темы, которые призваны были, видимо, внушать людям, так сказать, разные идеи, причем не только, собственно, джайнского толка, а даже, можно сказать, такие вот общечеловеческие, вот, и неплохие, в общем, мысли. Но, конечно, и, так сказать, их тон окрашен был еще и все-таки джайнским подходом, ну, под которым можно подразумевать, в общем, такую тягу к некой, к некой такой суровой оценке действительности, к подчеркиванию тем бренности существования, в общем, такой мрачный несколько колорит, к призыву к осознанию, значит, каждым человеком этого нестабильности, причем даже, так сказать, они уже в те времена такую определенную рубрикацию ввели, то есть нестабильность, так сказать, и вообще всего, всего мира, но и нестабильность, так сказать, отдельных компонентов, то есть нестабильность тела, вот особенно любимая тема была, нестабильность юности, нестабильность, так сказать, человека, нестабильность человеческих отношений и прочее. Кроме того, для джайнского взгляда за мир было характерно, это вполне объяснимо в связи с таким аскетическим началом, это такое отвращение к женскому началу. Такая довольно распространенная тема – отвержение женщины, которая ими понималась не как в Европе, вернее, аналог можно сделать, аналогию провести, сосуд греха, как в таком раннем христианстве, иной раз, средневековом. Такие были оценки, но как именно сосуд, часто это употреблялось, сосуд с отверстиями, в котором находится довольно неприятное содержание, буквально зловонное, из этих отверстий истекающее и непристойное. Одним словом, такого рода взгляд, повторяю, на женщин, да и на любовь в связи с этим, он тоже характерен для джайнов. Так вот, значит, вот этот самый жанр высказывания, афоризма, который в индийской традиции был чрезвычайно популярен, он, конечно, не мог пройти мимо, вернее, джайны мимо него пройти никак не могли, именно вследствие того, что такого рода словесность очень доступна, легко расходится. И если хорошо что-то сказано, то, что на санскрите называлось субгашито, буквально хорошо сказанное, то это хорошо и запоминалось, и стало быть, и сочинялось с этой целью в большом количестве. Сама по себе вот эта, так сказать, гномическая составляющая литературы, вот тоже явление древнее, я уж сейчас не говорю о пост-ведийском периоде, связанном с упанишадами или брахманами. Там, так сказать, своя сфера назидания и своя сфера деятельности. Но вот если взять эпос, то, скажем, та же Махабхара, то она просто кишит, так сказать, всякими высказываниями, наставлениями и так далее. Причем сразу вот можно отметить, а потом мы это, значит, увидим и на нашем материале, что наставления эти часто бывают очень противоречивыми. То есть просто одно, так сказать, противоречит другому, но это, так сказать, не является препятствием для высказывания каких-то мыслей. Более того, значит, можно говорить, что мораль, которая исповедуется и пропагандируется вот в этих текстах, то есть и в Махабхарате, и в текстах, например, типа Панчатантры, а Панчатантры – это тоже сборник назидательных рассказов, вот, это мораль, которую следует назвать ситуативной. То есть, иначе говоря, действия человека или его поведение оцениваются в тот момент, когда они совершаются, и могут быть, значит, либо оправданы, либо осуждены, в зависимости от ситуации. Вот, причем в одной ситуации они могут быть оправданы, а в другой осуждены, вот, и одно и то же явление может выступать, так сказать, как в негативной оценке, так и в положительной оценке. В этом ничего удивительного, конечно, нет, потому что это, вообще говоря, признак словесности, можно сказать, народной, потому что в фольклоре мы встречаем сколько угодно примеров, значит, вот такого рода противоречий. Единой линии, конечно, нет, то есть, как можно на эту тему сказать, не знаю, может, и говорил уже, не помню, но, то есть, вообще-то говорил когда-то, раньше, не помню, вот в этой аудитории, говорил, что, с одной стороны, без труда не вытащишь репку из пруда, а с другой стороны, работа не волк в лес не убежит. И вот, и такого рода мнения, вот они, которые друг другу явно противоречат, можно найти, в общем, я думаю, в любом фольклоре, вот, а в индийской словесности очень часто. Так вот, да, и вот это самое стремление к таким каким-то точным высказываниям и к афоризмам, оно, конечно, проникает и в тамильскую литературу, в тамильскую поэзию, и мы можем встретить такого рода высказывания в текстах самых ранних, то есть, в текстах вот эпохи, так называемой эпохи Санги, где в антологиях как на тему пуром, то есть, на тему героическую, о которой в прошлом году я рассказывал, так и на тему любовную. В нее тоже вкрапляются, значит, вот элементы, вот назидания такого. Ну, чтобы не быть голословным, даже я могу привести один пример, это, значит, стихотворение из такого сборника «Натриной». Это сборник, значит, любовной поэзии, поэзии «Авам». Там, значит, подруга героини, которая большую роль играет в отношении между героями, между любовниками, значит, она обращается к герою, который собирается покинуть, значит, девушку, или, может быть, супругу, здесь вот не ясно, вот, но факт тот, что, скорее всего, я даже думаю, что вот дом свой собирается покинуть, потому что, значит, он должен обрести, как часто говорится в этой поэзии, обрести богатство. Ну, то есть, значит, что-то приобрести. Вот. Не будем сейчас на этом останавливаться, как он это делает, это не важно. Важно то, что вот об этом говорится. И вот такое вот прочту стихотворение, чтобы, я думаю, что в нем понятно, что вот эта струя назидательная такая, она имеет место. Вот, значит, подруга обращается к героям. «Коль думаешь, что и богатство наслаждение приносит, добытое в пути через худородную страну, где слон с тяжелой походкой побарахтался в пыли солончаково-белесом, с раздущими там пальмами с зелеными плодами, что вместе покрасне в благое время, затем чернеют, поспевая, и хочет обрести хозяина, но путников, которые помочь смогли бы покинуть полуденную пустыню, он не видит, и гнев смиряет от ствола пальмиры, это, значит, вот слон, то знай, это уже обращение к герою, то знай, что лучше юности богатства нет, а как проходит юность, то богатство любовных наслаждений не приносит, потому, когда пойдешь ты за богатством бренным, быстрее пусть, о, сердце успешным станет твое дело». А, прошу прощения, это могла бы обратиться и подруга героини, но в данном случае я забыл, что это сам герой обращается к своему сердцу, в размышлении, идти ему или не идти, и он произносит такой монолог. Ну, мне кажется, тут очевидна вот эта вот назидательная сущность, значит, назидательная сущность этого отрывка, и таким образом, в общем, вот эта традиция вклинивается даже в любовную поэзию. Ну, если говорить о литературе индийской вообще, то, опять же, помимо эпоса, существует тоже масса произведений, которые имеют назидательный смысл, в общем-то, безусловно, такой даже специальный раздел литератур. Я тут могу вспомнить, допустим, такие сборники, как, например, Дгамма-Пада, палийский сборник, это сборник буддийских изречений, вот, или, значит, гномические произведения в средневековых антологиях типа Коша, то есть антологии, где собираются стихи на разные темы, и среди них вот эти вот назидательные стихи тоже занимают свое место. Вот эта традиция, значит, не обошла тамильскую поэзию, конечно, и, повторяю, ее, разумеется, приметили и джайны, которые стали ее в своих целях тоже использовать. Вот, здесь я, значит, хочу немного рассказать о вот этих сборниках, которые возникают в этой самой традиции. Они, в общем, не все джайнские, надо сказать, но они в значительной мере принадлежат джайнам. Значит, сейчас, секундочку. Значит, что я имею в виду? Значит, сборники коротких стихотворений, большинство из которых, ну, не все прямо назидательны, были собраны в комплекс, ну, возникновение которого относится, конечно, видимо, к концу первого тысячелетия. В общем, точно никто не знает, но факт тот, что, значит, сборник этот назвали 18 произведений низкого счета, буквально. Эти вот 18 произведений низкого счета – это, в общем, достаточно неплохо организованное уже собрание, ну, значит, который подразумевает сборники с небольшим количеством строк. Собственно, вот низкий счет имеется в виду то, что это небольшие произведения, это отдельные строфы, собственно говоря, которые, значит, вот распределены по этим 18 сборникам. Сборников таких было, конечно, больше значительно, но вот традиция отобрала их, и вот, значит, такой сборник был общий такой составлен. Ну, само по себе число 18 уже показывает, что это был плод, так сказать, совершенно сознательного собирания текстов, потому что, как известно, в индийской традиции, значит, числа с восьмеркой всегда имеют сакральный характер, и поэтому 8, 18, 108, 1008 – это, значит, можно массу примеров привести, когда вот в таком количестве собираются какие-то тексты. Или тексты, или даже авторы иногда, как 18 сиддхов, например, это уже более позднее время. Так вот, значит, вот эти 18 произведения, они состоят из сборников, значит, которые, с одной стороны, действительно вот имеют такую назидательную функцию, прямую, вот, то есть просто наставление, а с другой стороны, там есть сборники любовной поэзии, то есть в духе, вот, в том духе поэзии ранней, тамильской, вот, или поэзии санги, о которых в прошлом году шла речь, значит, причем, там, один сборник, он подразумевает героическую поэзию, другой сборник подразумевает, то есть остальные сборники несколько подразумевают поэзию любовную, вот, но отличие их от предыдущих антологий, от антологий под поэзией санги состоит в том, что это, действительно, сборники уже организованы особым образом, они, так сказать, явно умозрительно построены, то есть они в некотором роли служат такой поэтической иллюстрацией к определенным темам и к определенным, определенным ситуациям, вот, ну, например, вспоминая о том, что, значит, одним из характерных терминов, связанных с поэтической традицией, вот, в этой ранней поэзии был термин «тинэй», который назначал разновидность, разновидность темы в любовной лирике, вот, о чем, в прошлом, повторяю, в сезоне, так сказать, речь уже шла, значит, видно, что здесь вот авторы, которые за этим, как бы, стоят, или которым приписывается это, они просто, как бы, упражняются на эти темы, вот, поэтому там появляются, значит, такие стихи, как, например, 40 стихов о сезоне дождей, вот, это тема разлуки, или, значит, или 50 стихотворений на тему пяти тинэй, или 150 стихотворений на тему пяти тинэй, и там, значит, каждая вот эта самая тема из пяти знаменитых тинэев, то есть из пяти тем содержания любовной поэзии, она, значит, как бы представлена циклом небольших стихов, небольших, обязательно, значит, стров, где, как бы, такая вот, можно заметно такое, я бы сказал, упражнение на эту тему содержится, вот, и в этом смысле, вот, в этом смысле их тоже можно считать назидательной литературой, то есть, как бы, авторы, которые за ними стоят, они говорят, ну, вот так надо вот трактовать эти темы, вот, или же вот, а вот смотрите, мы вот из-за темы, значит, допустим, какой-нибудь связанный с тем же сезоном дождей, вот, мы делаем вариации, так сказать, на различные детали этой темы, и вот, как это можно сделать. То есть, в этом смысле, повторяю, это тоже поэзия дидактическая, но все-таки основной корпус этих текстов связан, так сказать, с дидактикой на темы этики, морали, правильного поведения и разные другие темы. Ну, сразу скажу, что в этот комплекс входят две знаменитые поэмы, вы просите, два знаменитых текста, два знаменитых сборника, вот, это сборник «Наладияр», сборник, который представляет собой 400 стихов, 400 стров, и который откровенно, так сказать, джайнский, это, так сказать, произведение джайнов, такой один из их шедевров, можно даже сказать. Вот, и второй шедевр, еще больше шедевр, что называется, и, во всяком случае, гораздо даже более известен и возвеличен, это, конечно, вот так называемый «Тиру Курл» произведение, которое, о котором, значит, специально можно и нужно будет поговорить. Вот, но прежде чем вот об этих двух сборниках поговорить, я, значит, все-таки вкратце расскажу о других сборниках, ну, если, может быть, не обо всех, но о нескольких, потому что, вот, я уже говорил о том, что, как бы, вот такой рационализирующий момент связан уже с представлением, значит, этих гномических тем, и вот он проявляется, в частности, в использовании, использовании такой нумерологического принципа, такого построения, использующиеся, использующие определенные числа. То есть, вот, что имеется в виду? Это такой, сказать, принцип, когда говорят о чем-то, значит, имея в виду, вот он даже примеры некоторые привел, значит, чтобы было понятно, о чем идет речь, значит, принцип очень древний, в общем, видимо, понятный, потому что он помогает, так сказать, удобно, как бы, распределить материал. Вместе с тем, мне кажется, это такой вот принцип, который можно назвать даже остроумным. Вот, то есть, мы сначала говорим об одном, потом о двух, потом о трех, потом о четырех, и так далее. Принцип, который используется, например, в Адхарваведе, вот, еще в древе, в глубокой индийской древности, вот, в некоторых гимнах, ну, например, вот есть гимн, посвященный такой вот богине Вирадж, такой вот, как бы, олицетворенной энергии. Вот, я не буду все читать, разумеется, поэтому вы не бойтесь, вот, но просто принцип такой вот, здесь очень хорошо виден, скажем, вот первая строфа, она та самая, что высияла первой, войдя на броде среди тех других. Я коротко. Дальше, следующая строфа, две утренних зари, окрыленные поэзии, разукрашенные, следуют вместе к общему лону, две жены солнца. Дальше, три пришли по пути вселенского закона, три жара пришли вслед за семенем, и так далее. Та, что была четвертая, установила огни и сумму, и так далее. Пять рассветов, вслед за пятью доениями, пять перемен года, пять сторон света, вот, далее, шесть рождены, перворожденные существа вселенского закона, шесть, говорят, холодных, шесть жарких месяцев, далее, семь возлияний, семь поленьев, вот, восемь рождено существ, и так, восемь индра, и так далее. В общем, короче говоря, вот этот вот принцип, который затем использовали, между прочим, буддисты, потому что, совершенно, вот так же, поэтому по такому же принципу построен текст из палийского канона, который называется «Ангутара-Никая», и который как раз использует принцип, что вот, значит, сначала говорится там о каких-то одной какой-то, или одиночной, так сказать, истине, потом о двойственной, потом тройственной, потом четыре, пять и так далее, до одиннадцати там дело доходит, вот, и этот принцип, значит, повторяю, оказывается очень, видимо, удобным. Ну, да, так вот, значит, кстати, забегая сильно вперед, скажу, что мы наблюдаем такое же построение текста у тамильских бхактов, у некоторых, у шиваитов, есть произведение, которые тоже вот этот нумерологический, скажем так, принцип используют. Но это происходит позже. А пока мы говорим вот об этом комплексе восемнадцати произведений, мы обратим внимание на то, что здесь тоже есть, значит, сборники, хотя бы не все, но вот, по крайней мере, три сборника вот этот принцип используют. это, значит, сборник, который называется Тирикадугом или Три Специи. Вот, значит, идея такая, что, значит, высказываниями такого рода, вообще говоря, можно лечить человеческую природу. И вот эти специи, вот, которые здесь подразумеваются, могу даже сказать, что обычно комментаторы, значит, они этой самой специи даже определяют. Это имбирь, потом длинный перец и перец такой черный. Вот, значит, вот как это построено, значит, такого рода, такого рода, значит, сборник, значит, способность не уменьшать свои свойства, подчинение тем, кто обладает великими нетленными достоинствами, следование по пути тех, кто обладает хорошим знанием четырех вед, эти три суть действия возвышенных людей. Значит, вот Триада. Или поведение того, кто становится подобным неучем, битье палкой жены, обладающей целомудрием, приглашение в дом недостойных людей, эти три приносят гибель невежным. Или жить беспечно перед лицом врага, идти в гущу стада без палки, от того, кто во гневе сначала отдергивает руку, потом давать, эти три поступка того, кто близок к смерти. Ну и так далее. Значит, здесь мы что видим, что, во-первых, значит, во-первых, вот этот принцип соблюдается, значит, в каждом, каждой эстрафе какие-то три истины, так сказать, или три явления, которые объединяются общей идеей. Идея, значит, чего-то благого или неблагого, вот общая такая идея. И, наконец, эти явления, в общем, иногда мало между собой сопрягаются, кроме того, что вот они, кроме того, что их три, и что они там определенным образом неблаги. Вот. Замечу, кстати, что, опять-таки, такого рода конструкция и такого рода, так сказать, структура высказывания определенная, вот, опять-таки восходит к древности. Вот. И, скажем, в той же Махабхарате мы вот совершенно аналогичную ситуацию наблюдаем. Значит, в той части эпоса, где вот пандавы после своего длительного периода изгнания, так сказать, должны выйти к людям, если так можно выразиться, но при этом остаться неузнанными, вот, они находят прибежище у царя Вироты, который принимает их на службу, значит, этих пятерых братьев и их жену Драупади. Драупади. И вот, значит, когда, да, Драупади становится, ну, там каждый из братьев получает определенные должности при дворе, а Драупади становится служанкой царицы. Вот. Ну, парадокс состоит в том, что, значит, при том, что они все, то есть, все пандавы и Драупади, они же цари, в общем, они высокого статуса, вот, и, скажем, служанкой Драупади быть, в общем, не пристало, вот, и, как бы, здесь такая игра происходит, то есть, те, кто, то есть, царь этот Вирота и его, значит, супруга и прочие, они, как бы, видят, что это необычные люди, но, как бы, принимают правила этой игры, хорошо, мы будем вас считать, значит, такими-то и такими-то, вот. И вот, значит, как раз, когда Драупади предстает перед царицей, вот, и та видит ее, значит, благородную внешность и, значит, удивляется тому, что такая, значит, женщина приходит к ней в служанке, она говорит своей, извините, служанке, это, говорит, необычная женщина, у нее слова, ум и пуп все три глубоки, вот, вот, пожалуйста, вам этот принцип действий, значит, объединяются совершенно разные, так сказать, вещи, по крайней мере, уж пуп-то точно из другой оперы, если так можно выразиться, вот, но они объединяются по одному принципу, по принципу глубины, и вот такого же рода объединения, значит, мы видим вот в этих сборниках, вот вам сборник построенный по принципу троичности, следующий сборник построен по принципу четверичности, он называется поднос с четырьмя драгоценными камнями, вот, вся разница, в общем, состоит в том, что здесь только не три, а четыре, а, значит, истины, которые там излагаются, они порой чрезвычайно просты, ну, например, здесь даже, я бы сказал, нету даже особого назидания, а здесь просто, просто, вот так сказать, нанизываются определенные ситуации, ну, вот, смотрите, например, грабителям не до сна, любовнику рядом с любимой не до сна, взыскующему богатства не до сна, хранящему богатства не до сна, вот, совершенно житейские, можно сказать, ситуации, которые, которые, однако, поэт находит, в общем, довольно остроумный принцип, значит, их сочетать, значит, ну, вопрос о том, повторяю, можем ли мы здесь определить, скажем, влияние уже санскритской традиции, санскритской поэзии, это вопрос специальный, вот, и я думаю, что здесь поэты, даже вот эти джайны, которые были, безусловно, многие из них очень образованными, они, в общем, вполне были подкованы и в санскритской поэтической традиции, вот, ну, и, наконец, вот, третий сборник из этой вот небольшой серии внутри 18 произведений, это сборник, который называется, значит, «Сиру Панджамулам», то есть, пять корешков, или пять маленьких корешков, вот, построен абсолютно по тому же принципу, значит, это только вот используется пять уже высказываний, значит, скажем, и опять-таки мы видим, что здесь смешиваются чрезвычайно разные вещи, но объединяются, в общем, тоже, так сказать, одной чертой какой-то, достоинства, достоинства армии, слоны, женщин, тонкая талия, поведение, твердость речи, или справедливость речи, можно сказать, тоже для скипетра царя, для воина мужества, вот, и таким вот, значит, образом. Ну, следует, здесь есть еще и другие сборники, которые просто объединены количеством, то есть построены по принципу вот сорока, ну, например, сорок стихов о, значит, приятном или хорошем, и сорок стихов о нехорошем, вот, и, в общем, принцип в сущности говорит о том же самое, ну, например, вот, несколько строк из сорока стихов о неприятном, скажем, красота дома без семейного очага ничто, красота ребенка, лишенного отца, ничто, пища и завители отшейника ничтожно, плохо, если заклинания бесплодные, вот, далее, вообще, житейская тема, беда, если в брахамский дом заберется петух или собака, большой грех, если супруга законный не покоряется, недопустимы надежду относить неаккуратно и горе стране, что властителем не охраняется, вот, и так далее, там даже читать все, разумеется, я не буду, там, ну, что польза в оружии, которым владеет бессильный, что польза в прелести цветка, лишенного аромата, что польза в делах, совершаемых без ясного представления о них, что польза в речи того, кто не понимает смысл слов, вот, и так далее, вот, то же самое, в общем, по такому же принципу построен и, значит, 40 стихов о благом, которые, значит, просто перечисляет какие-то вещи, которые он считает благими, ну, так вот, значит, из этих, да, еще упомянул, значит, просто тем, один сборник, который называется «Отчароковый гирлянда стихов о правильном поведении», вот, это сто, значит, таких сентенций поэта-шиваита, между прочим, такого переруба Эльмульяра, который затрагивает различные уже моменты индуистской морали, вот, в том, не только морали, но и правильного поведения, в том числе правила приема пищи, да, да, ну, пожалуйста, пожалуйста, конечно, да, правила приема пищи, правила омовения, там, и так далее, вот, так вот, это уже чисто технический такой текст, кроме того, есть, значит, среди них сборник, который просто можно считать сборником пословиц, каких-то фольклорных высказываний, и так далее, ну, что, вообще говоря, составляет суть этих сборников, и в чем, так сказать, такое достоинство афоризма, мне кажется, это достаточно ясно, уже, собственно, я даже и говорил, вот, что даже такие простые истины, они, как правило, хорошо сказаны, и это позволяет им, в общем, курсировать, так сказать, среди народа, часто повторяю, даже на фольклорном, на таком уровне, ну, и, значит, кроме того, сюда можно всегда какую-то идею, значит, прицепить, с помощью которой, значит, воздействовать на публику, вот, так вот, значит, часть этих антологий, значит, она принадлежит Джайну, вот, есть поэт Вишнуит, есть вот Шиваит, одним словом, в данном комплексе такого, вот такого резкого, значит, выделения по конфессиональному признаку нету, то есть, такой уникальности, так сказать, но в целом, значит, скорее, вот это собрание, оно представляет вот этот жанр в таком большом разнообразии, вот, кстати, вот, говоря о специях, там есть еще один сборник, который называется кардамон и другие специи, значит, опять-таки, с идеей, что вот специи всякого рода, в том числе, в данном случае, кардамон, они помогают здоровью человеческому или же излечивают, вот. Так вот, еще, что можно по этому поводу сказать, да, то, что вот эта краткость высказывания, видимо, то, что очень привлекало вот тамильских поэтов, вообще говоря, потому что, значит, во-первых, эти сами сборники, где там по четыре, значит, строфы из четырех, трех или пяти строчек иногда, но не более того, вот, они, значит, очень компактные и очень выразительные, вот, но вообще, так сказать, стремление явно, как бы, укоротить высказывание, то есть, вот это, вот тенденция, мне кажется, она характерна именно для тамильской вот культуры, это сделать высказывание максимально лаконичным, так сказать, почти сводящимся к, буквально, к одному-двум словам, вот, и такие они вот в этом смысле преуспели, потому что, вот, есть такие высказывания, прямо сборники даже таких вот высказываниях, высказывания, которые состоят буквально из двух или трех слов, каждое из них, вот, и, что, между прочим, затрудняет их понимание, кстати, потому что, значит, лишенные вот контекста эти высказывания могут подвергнуться очень разным интерпретациям, и, в принципе, каждый, кто хочет, может вложить какое-то свое содержание. Но я приведу лишь один пример, который принадлежит такой одной поэтессе, которая известна вот в тамилийской традиции, как такая мудрая женщина. Ее звали Аувейер. Вот, это, ну, буквально вообще в переводе как бы госпожа, можно так перевести ее имя или прозвище, не знаю, вот, с ней вообще такая история довольно странная, потому что, значит, под этим именем известна, значит, поэтическая фигура в той же поэзии Санги, вот, и она, значит, там фигурирует как такая носительница вот традиции бродячего исполнительства, вот, даже вот ее называют иногда Вирли, что означает вот как раз такой женщина-исполнительница, музыкантша, поэтесса, танцовщица, в общем, короче говоря, как некоторые исследователи считают, что вполне возможно такая предшественница той фигуры средневековой, которые именовались Девадаси или баядерки по, значит, в искаженном европейском произношении. То есть, собственно, искаженное – это слово не индийское, а португальское, беладейра, вот, а оно на индийском, в индийском контексте, так сказать, рабыни или служанке бога Девадаси, которые занимались вот за развитием искусств танца, музыки и так далее. Но подробно о них мы говорить сейчас, разумеется, не будем. Вот просто вот Аувейяр вот это, она, значит, вроде как принадлежала вот к этой самой категории вироли, то есть, вот такой исполнительницы довольно искусной и много ее в стихотворении как на тему пуром, то есть, тему героическую, так и на тему ахом, то есть, тему лирическую имеется. Вот. Но есть еще фигуры, которые тоже идут под именем Аувейяры, которые вот непонятно, значит, видимо, просто традиция называла этим именем этих поэтесс, или, значит, которые, значит, вот уже в средние века прославились вот своими мудрыми высказами. То есть, вот такой сложился в традиции вообще образ такой мудрой старухи, которая вот речет мудрые мысли, которые вот иногда собирались в специальные сборники. Вот. Как будто ей принадлежит такое высказывание, я его устно воспроизведу, уж писать не буду, тем более, что там какие-то страшные слова написаны, я боюсь их стирать. Вот. Но это звучит по-тамильски «аванасей» – два слова всего, которые буквально означают «делай то, что есть». То есть, ну, интерпретировать следует как «делай то, что положено», «делай, что тебе надлежит делать», в сущности говоря. Вот. Это такой пример чрезвычайно лаконичного, лаконичнее, наверное, уже и трудно представить себе афоризма в тамильской литературе. Вот. И этим же, то есть, таким лаконизмом замечательным отличается вот и сборник Тиру Курла, о котором я уже упоминал, вот, и о котором, значит, тоже расскажу, не знаю, успею ли уже сегодня, но потому что я прежде хочу еще рассказать о сборнике на «Ладе» я, ну, вернее сказать, может быть, я параллельно буду о них говорить, потому что они при всем определенном различии между ними, они, тем не менее, чрезвычайно близки между собой. Вот. Ну, формальное различие состоит в том, что, значит, на «Ладе Яр» буквально четырехстрочник, имеется в виду, что строфа на «Ладе Яра» состоит из четырех строк. Вот. Тиру Курл состоит, значит, высказывание, афоризмы из двух строк, а если говорить более точно, даже из полутора строк, потому что вторая строка не закончена. то есть, она как бы примерно половину составляет первой, может быть, чуть побольше. Ну, вот. То есть, опять-таки, здесь стремление к лаконизму коня, особенно тиру Курл это безусловно так, это стремление очевидное. Вот. Второе, что, разумеется, отличает эти сборники друг от друга, это то, что на Аладийяр произведение, как я уже сказал, откровенно джайнское. То есть, даже существует легенда о том, что джайнские монахи пришли к пандийскому царю, к царю царства пандиев, и предложили вот ему этот сборник наставлений. Надо сказать, ведь об этом я, вернее, это надо было сказать раньше, и я об этом таки говорил, что, значит, влияние джайнизма было столь велико определенный период, в особенности около середины первого тысячелетия, это такой кульминационный момент вообще такой религиозной борьбы на юге Индии, потому что, значит, помимо джайнов там еще были буддисты, ну, и вот индуизм, который, в виде поэзии бхакте, в виде, так сказать, индуистского такого эмоционального обращения к богам, все стремились завоевать лидирующее положение, вот, и активность тех же джайнов этим объяснялась, ну, активность буддистов была несколько меньшая, ну, и они создали кое-что, о чем тоже впоследствии, я думаю, мы можем рассказать будет, в частности, вот, поэму Манимехалей знаменитую, вот, а что касается, значит, вот джайнов, то их успех был таким, что многие цари тамильские, значит, обращались в джайнизм и требовались немалые усилия для того, чтобы их вернуть в луна такой родной религии, потому что джайнизм, при всех своих успехах на юге Индии, он, тем не менее, все же воспринимался как религия чужая, вот, потому что канонические книги были на пракритах, значит, потом манера поведения джайнов, в общем, была довольно отталкивающей для вот индусов, ну, взять хотя бы то, что джайны, насколько я понимаю, вообще не мылись, вот, во всяком случае, обвинения в том, что они грязнули, они, значит, мелькают в тамильской, вот, в этих вот, не в этих, вот, у бхактов, у поэтов, там, шиваитов, значит, кроме того, они ели не так, как все, вот, они, значит, ели, не прибегая к никаким ни чашам, ни сосудам, а вот просто вот их еду давали в ладони, они вот так вот ее ели, значит, это все было неопрятно очень, вот, ну, и, наконец, они, вид у них был такой, они выщипывали себе волосы на голове, так сказать, в знак страстотерпия такого, вот, некоторые ходили голыми, ну, и так далее, в общем, это уже история, которая больше развивается, вот, действительно, в поэзии этих самых бхактов, вот, а, значит, тем не менее, вот, повторяю, они, представители джайнистов, джайнов были весьма интеллектуальны и сочинители были очень неплохие, да, так вот, значит, вот этот сборник на Аладий Яр, это как раз вот продукт, так сказать, джайской деятельности, вот, очевидный, который, действительно, по мастерству изложения вот определенных истин, он занимает такое вот серьезное положение в струе, так сказать, тамильской словесности, это несомненно, вот, значит, а вот роднит, значит, на Аладий Яр и Тиро Курл, значит, тоже немало, вот, ну, во-первых, во-первых, эти произведения значит, имеют трехчастную структуру, и это связано не просто, вообще говоря, связано не просто с тем, что вот давайте сделаем три части, там, роман в трех частях и так далее, это связано, в общем, изначально с некоторым тоже идеологическим, так сказать, построением, и вполне возможно, кстати, что произошло это не без влияния вот санскритской словесности, вот, в частности и в особенности, я думаю, здесь речь может идти о знаменитом поэте Бартрихаре, который вообще непонятно к какому веку относится, но, скорее всего, этот поэт древний все же, и там его датируют значит, от 2-го до 9-го века, возможно, но, скорее всего, все-таки действительно это поэт древний, и вот, значит, он автор так называемых трех шаток, вот, а шаток это антология, которая состоит из 100 стихов, то есть принцип вот такой монологичной антологии, значит, каждая шатока посвящена одной теме, и вот у него эти три шатоки посвящены трем темам, значит, темам нравственности, нити шатока или правильного поведения, вот, затем тема, между прочим, любовных взаимоотношений, шаренгара, шатока, и тема ухода от мирской жизни в айраге шатока от решения. Вот три, так сказать, кардинальных темы, на которые он высказывается. Высказывается вот в великолепных, известных санскритских стихах, которые, значит, не малы, но и не велики, скажем, так по размерам. А суть, так сказать, вот этого сборника три шатоки, значит, состоит в том, что эти три шатоки, в общем, соответствуют уже традиционным и тоже достаточно древним ценностям человеческой жизни по индусским понятиям. Вот, это, значит, период, да, и от, значит, ценностей, которые, в свою очередь, как-то соотносятся с периодами жизни такого, вот, правоверного индуиста, вот, ну, в первую очередь, Брахмана. Вот, это период ученичества, период домохозяина и, значит, период лесного жителя, ухода, в лес, и, наконец, четвертое, это вот полный разрыв социума. Вот, значит, здесь вот четыре, эти четыре чатурварга, это называется, значит, четыре цели человеческой жизни. То есть, сначала ты должен, так сказать, вести праведный образ жизни и учиться, вот, потом ты должен быть домохозяином и вести дом, зарабатывать деньги, воспитывать детей, дать им образование, потом можно, значит, уйти в лес, предаваться размышлениям, ну, и, наконец, вообще уйти из социума, из общества. Ну, вот, понятное дело, что эта схема довольно абстрактна и, в общем, теоретически доступна все исполнение всех этих целей, достижениях, вернее, доступна лишь немногим людям и, во всяком случае. Но, применительно даже к мирянину, в конце концов, тоже понятно, что мирянин, значит, получает какое-то там образование, воспитание, потом, значит, ведет образ жизни домохозяина, где, значит, тоже определенные правила исповедуют, а, кроме того, еще и, значит, позволяет себе чувственные удовольствия, то есть, кама, это одна из целей этой жизни. И вот, получается, что, значит, можно примерно соотнести вот этот сбордик Бартрихарит с тремя такими целями – дгарма, кама и мокша, то есть, вот уход из, так сказать, достижения растворения, так сказать, отказа от телесного начала, достижения такого состояния, в общем, аскезы, определенной монашества. Ну, это, повторяю, очень приблизительно, тем не менее, вот это так. И вот, возможно, что Бартрихари были и свои тоже предшественники, но, видимо, вот эта модель, она заняла, так сказать, потом положение довольно, то есть, именно стала моделью вот такое трехчленное деление. Дело в том, что вот и Наладьяр и Тиру Курл, они тоже поделены вот так на три части. И, значит, если для Наладьяра эти, скажем, первые две части не особенно как бы различаются, потому что у Наладьяра, у авторов этих джайнов, у них, надо сказать, свои темы, которые они упорно преследуют, я уже, значит, частично об этом говорил. Вот, значит, для автора Тиру Курла, значит, это три части составляют, значит, первая, так и называется, Дхарма, и вот, вторая, значит, Ардха Польза, это, в общем, стадия, значит, либо домохозяина, либо, значит, стадия службы, ну, я сейчас об этом скажу, и, наконец, Кама, вот, и вот, интересно, что Кама, это и на Ладе Яре, и в Кире Курле, это, значит, третья часть, которая присутствует. Вот, что касается, вот, четвертой части, вот, то есть, четвертой цели, то, ну, в сущности говоря, ни та, ни другая, то есть, ни в том, ни в другом сборнике, об этом, значит, специального раздела, раздела, вот, не посвящено, повторяю, трехчастная форма, а не четырехчастная, этих сборников, значит, хотя, в общем, и тот, и другой сборник касаются темы отрешения, вот, от мира, и даже, в Теру Курле, есть главки, которые посвящены величию отрешившихся от мира, но темы вот этой мокши или полного ухода от общества его не интересуют, вот, а авторов на Аладий Яра эта тема интересует поскольку, поскольку, значит, этот джайн вот уходит от общества определенным образом, то есть, вот, в джайнском ключе эта тема, так сказать, решается, но, короче, как бы то ни было, вот эта трехчастность, это модель, которая получила такую известность, и в дальнейшем довольно много было сборников на разных языках, кстати говоря, которые вот эту самую схему осуществляли, такого трехчастного, ну, условно говоря, трактата в поэтической форме, потому что, в общем, назидательный характер этих произведений тоже является, так сказать, общим местом, и понятно, что, так сказать, и джайны, и тот же, значит, Тиро Курл, это произведение, опять же, кинозидательное, тем, и выражают определенные идеи с помощью вот таких высказываний и афоризмов, которые должны воздействовать на слушателей, ну, или читателей, если они были записаны на пальмовых листах. листах. И вот, значит, говоря вот об общих чертах на Ладьяра и Тиро Курла, значит, я хотел бы затронуть, ну, обо всем, по крайней мере, сейчас я не скажу, наверное, но затронуть некоторые очень важные темы, вот я уже говорил, что тема бренности, например, очень важна для, на Ладьяра, в первую очередь, потому что эта тема такая, типичная джайнская, вот, и скажем, в одном из, в одной из строф, например, вот говорится следующее, знай, что непостоянно наше тело, как капелька росы на кончике былинки, и потому скорее свершай деяния благие, ведь говорится, вот недавно человек стоял, сидел, лежал в немли, и вот уж отошел под стоны близких, яркая строфа, Тиро Курл, значит, он лаконичен более, потому что сама строфа вдвое меньше, чем на Ладьяра, тем не менее, он вторит, значит, вчера еще он был, ну, он, это человек, имеется в виду, вчера еще он был, сегодня нет, таким величием обладает мир. Как видим, даже вот в этом общем подходе к бытию, так сказать, которое нестабильно, вот к этой теме бренности, все-таки определенные различия есть. Вот, кстати говоря, это проявляется, например, в теме богатства. богатство, значит, тоже по Наладьяру, это вещь совершенно нестабильная, то есть, это тоже бренная вещь, но только, значит, подход у джайнов к богатству такой, что вот надо, в общем-то, делиться своим богатством и поскорее его, значит, ты, значит, делись богатством, отдавай его, причем делай это поскорее, потому что вот ты вот умрешь и ничего не сделаешь. Вот это вот, надо сказать, идея такого какого-то нетерпения, я бы сказал, вот она у джайнов проявляется очень сильно, вот, значит, скорее совершай благие деяния, скорее распрощайся со своим богатством, вот, скорее вступай на путь, значит, Махавира, то есть на джайновский путь и так далее. Вот это вот такая торопливость определенная, вот она характерна для, повторяю, для вот этого сборника. А Тир Курл в этом отношении как бы более мягок, вот, хотя он тоже признает бренность мира, бренность значит, вот человека, но, тем не менее, вот смотрите, вчера был, сегодня нет, но таким величием обладает мир, то есть, он это таким вот взглядом, таким мудрым взглядом, так сказать, оценивает эту ситуацию, ну, что ж, вот такова природа мира, ничего не поделаешь. Вот. Интересно тоже отношение вот этих двух сборников к, например, теме любви. Значит, у Нала-Дияра, надо сказать, эта тема, значит, в целом представлена таким довольно парадоксальным образом, потому что, с одной стороны, значит, эти джайнские монахи, которые, как бы, считаются авторами этих стров, они, конечно, любовь отрицают. Вот. И, значит, вот эта вот страсть, кама, которая часто мелькает в этих стихах, она ими, конечно, порицается, вот, и как нечто отвращающее от истинной жизни, от истины, от истины вообще. И этого надо, значит, так сказать, избегать, бежать от этого, несомненно. Вот. И вот один из, одна из, одна из стров, например, об этом так и трактует. Стрелы, огонь, яркие солнца, лучи, только снаружи тела уязвляют, всех их страшнее любовь, тем, что душу терзает и жжет. Так что, вот, не приемлют они страсти человеческой никак. Вот. Автор Тиру Курла наоборот приветствует, в общем, любовь, дружбу. Он, значит, посвящает целые главки. Ну, я сейчас уже, наверное, в следующий раз еще поговорим о Тиру Курле специально, но вот, в целом, он, значит, высказывается благосклонно по поводу любви. Значит, например, вот такой аналог, вернее, противопоставление. Жизнь существа живого, чья душа любви не знает, подобно деревцу, засохшему в пустыне каменистой. Вот. И вообще, так сказать, вот любовь, он такую воспринимает. Но это, кстати, не обязательно такая плотская любовь. Речь идет, скорее, вот о более общем понимании любви к человеку. Хотя, в общем, он говорит, конечно, и о страсти, потому что, например, есть такое высказывание о том, что, значит, так сказать, страсть подобна тарану, который, значит, срывает, как бы, замок создержанности, то есть, признание, так сказать, силы вот этой самой страсти. Но, если говорить вот о любовной теме, все же, то, значит, интересно, ну, пожалуй, я сейчас оставлю это на потом, только вот эти общие слова, значит, произнесут, произнес, вопрос, вот, потому что, значит, в каждом сборнике третья часть посвящена любви, но что, значит, любопытно все же, что, несмотря вот на такое резкое неприятие, значит, страсти и любви со стороны вот этого джайнского наладияра, тем не менее, там, значит, содержатся в этой части такие вот высказывания, которые вполне, значит, вполне, так сказать, могут быть отнесены вообще к любовной лирике, например, «Тускнеет свет лишенного объятий тела, но все же любовь безвкусна, без разлук и огорчений, о, повелитель берегов прохладных моря, осолиные отмели которых непрестанно бьются волны, разлука и соединение, таков уж путь любви». Прямо такая вот почти философская максима, посвященная вот любовным взаимоотношениям. Вот, но в то же время надо сказать, но в то же время надо сказать, что вот эта часть, посвященная любви на ладияре, она очень невелика. То есть, такое впечатление, что вот сочиняли ее по необходимости. Ну вот, необходимо было третью часть сделать посвященную любви. Ну, пожалуйста, мы сочиним вам стихи на эту тему. И они сочинили, причем, значит, вот даже, я бы сказал, не без изящества. Более того, значит, более того, там есть образцы в на ладияре я имею в виду, которые, так сказать, вообще предлагают, то есть, ведут к некоторому размышлению. Сейчас скажу, что я имею в виду. Вот, вот есть уже ближе к самому концу, 395-я такая строфа, значит, такой стишок. «Приняв за рыбу отражение ее глаз, за ними устремился зимородок, но, устремившись, вдруг остановился, увидев лук, натянутый ее бровей». Вот, я должен сказать, что это, в общем, стихотворение, прям достойно быть, например, в какой-нибудь Амару Шатаке или вот санскритской антологии любовной поэзии. Вот, потому что она построена на, так сказать, образе типично санскритском, это, так сказать, как это говорится, кви-про-кво, то есть одно вместо другого, то есть вот зимородок видит рыбу, ну, вот и думает, что это, то есть вернее, видит отражение женского лица, значит, и полагает, что это рыба, и устремляется. А, кстати, это не случайно, вот здесь мы имеем в виду, так сказать, очень тамильскую деталь, потому что красавица в тамильской поэзии часто, значит, понимается, изображается как рыбоглазая, то есть что это, это имеется в виду, значит, такой формы глаз, как у рыбы, значит, вот иногда даже говорится, что это, значит, ее глаза, как два сражающиеся карпа, то есть вот, которые друг на друга, вот карпы, так сказать, друг на друга смотрят, вот, поэтому эта деталь здесь не случайно, поэтому и зимородок, значит, вот ее глаза принял за рыбу, а затем, значит, он испугался, потому что, кроме глаз, он увидел, значит, брови, которые часто сравниваются с луком, это абсолютно стандартный, надо сказать, образ, и как для санскритской, так и, кстати, для тамильской поэзии тоже, и, значит, здесь вот это вот, одно принимается за другое, значит, такой прием, значит, очень составлен как раз поэзии санскритской, и вот пример это подтверждает, значит, из антологии Видьякары, такой, значит, такой стишок, который, мне кажется, перекликается вот с этим, «Отражение собственных глаз в воде, столько раз ее обманывало, голубые лилии, теперь рвать боится цветочница, иначе, ну, понятно, тоже, значит, девушка, которая наклоняется над водой, вот, а, значит, уподобление глаз, женский глаз лилия, это абсолютно тоже стандартный и типичный образ, и вот она видит в воде, значит, вот «Отражение своих глаз», принимает их за лилии, обманывается, и теперь она, значит, боится, значит, и лилии рвать, потому что она, значит, не понимает, что перед ней, ее глаза или лилии. Вот это, значит, мне кажется, вот перекличка этих стров, значит, она показывает, что вот поэты, которые сочиняли вот этот самый «На ладьяр», были отнюдь не чужды санскритской традиции и, в общем, понимали, как надо строить образы. Ну, на этом я, наверное, сейчас, я еще не исчерпал эту тему, но, может быть, в следующий раз я еще поговорю, в частности, вот об этом самом Тиру Курле, значит, потому что, ну, «На ладьяр» тоже прекрасное произведение, это здорово сделано, вот уже даже по этим примерам это видно, хотя я еще не все темы характерные назвал, и не все переклички между «На ладьяром» и Тиру Курлом упомянул, вот, в следующий раз, я думаю, добавлю что-нибудь, вот, но все-таки Тиру Курл, вот, произведение гораздо более известное, отчасти мы о нем уже и раньше говорили, то есть оно, это произведение, ну, просто, я бы сказал, феноменально популярно и феноменально известно, и, значит, как бы возносится до небес, превозносится до небес самими Томилами, до сих пор, хотя, так сказать, началась традиция и раньше, вот, и с этим связано, так сказать, очень много разных обстоятельств, в том числе и связанных с легендарной биографией или житием самого, значит, от того, кто почитается автором этого произведения, а именно, такое, значит, Тиру-Воль-Лувар, вот, я уже говорил, значит, гигантская статуя, которая стоит на мысе Конья-Кумари теперь, начиная с 2000 года, вот, но все, все, что связано с этим произведением, так сказать, и в идеологическом, и в художественном смысле, я думаю, стоит об этом еще поговорить, но уже в следующий раз тогда. Продолжение следует...